показывать поверните устройство всем привет всем здравствуйте девочки мальчики сегодня у нас тема день влюбленных романтический дизайн ну хочется сделать знаете прям такой не сильно прям откровенный про день влюбленных а хочется сделать просто такую вот нежнятину мимимишную что-то сердечками где-то может цветочки добавить веточки вот сердечки точно будем рисовать меня бесит автоповорот не знаю где этот автоповорот включать так чем мы сегодня будем работать мы сегодня с вами будем работать очень красивой коллекции которая называется сейчас я вам покажу как пин колокс а название sensation очень красивая коробочка еще раз например она открывается с очень красивым звуком здесь у нас тут наклеечки ложечки вот эти гель-лаки давайте красиво положим цвета смотрим цвета смотрите все их вот так вот правильно правильно так вот так вот так вот очень классно например идея для дизайна сделать однотонное покрытие на 6 ногтей или на 5 используя всю гамму например можно без вот этого сливового вот так очень красиво очень красиво так начнем с чего мы начнем я кстати смотрите сегодня какой дизайн показывала в клубе в инстаграм вот я ж не буду показывать одно и то же цвета кстати использовала от всего поэтому мы сейчас с вами сделаем посложнее прям чтобы такое что-нибудь было очень интересненько когда я вижу вот такие разноцветные цвета но в одной гамме категория розовых вот и хочется сделать какие-нибудь разводы давайте начнем с разводов но это будет всего лишь подложка так выбираем светлый наверное какой-то оттенок 386 предлагаю взять это самый светлый розовый в этой гамме у нас просто в слайдерах новых которые вышли есть очень красивые веточки листья нет хочется сердечки сделать хорошо все-таки день влюбленных романтический дизайн вот сердечки будут мы сейчас добавим перемешку с этими сердечками вот такие сейчас напомню какие вышли слайдер новые уже есть все в продаже я сейчас номера вам вот так поставлю это 109 101 105 104 106 107 такая акция номер 107 сердечком классно подойдет этот как раз то чем я сегодня хочу работать эти скрапления золото прикольно будет сердечек сюда нарисовать это тема кстати тоже к романтическим сердечком классно подойдет один вариант дизайна с веточками сделать один как раз вот с этими бабочками с трюкосками но через тему сердечек тоже будет хорошо так тему гранжа я в прошлый раз это рассматривала не знаю на ю тубе это было а нет это в инстаграм было я работала этими дизайнами поэтому мы сегодня вами работаем 106 109 и частично дорисовываем предлагаю сделать следующее берем палитру на палитру возьмем наверно 381 381 381 384 3 383 Ну, пусть вот здесь уже 383. Кубок, кстати, уже есть эта коллекция, она уже есть и у дистрибьюторов, она есть уже в наличии на Эли Шок. Будет, кстати, в базовом ассортименте, потому что мы сюда, когда цвета коллировали, коллировали исключительно, чтобы это была такая, вы знаете, вот база. База как для вас, как и для нас обязательно. Берем кисточку. Так, и готовим фон. Цвета потрясающие, правда, они такие хорошенькие, такие вкусненькие. Так, фон делаем из слайдер топа. Он, в принципе, хорошо подходит для того, чтобы по нему все растекалось. Мы не будем много добавлять, но просится, как для фона сделать. Это не основной дизайн, а как фон. Так, чуть-чуть. Так, чтобы это все еще просохло. Пусть она чуть-чуть подтечет. Да, сердечки, наверное, придется все-таки прям делать красненькие, потому что у меня много сейчас розового получилось. Ну, сейчас посмотрим. Так, и теперь все это добро надо прям минуты три просушить. Рисовать сердечки я собиралась, конечно, номер 381. Сейчас понимаю, что, наверное, я возьму просто красную эмпасту без липкости. И, наверное, сами сердечки я буду рисовать уже сверху финиша. Так, так же я хотела добавить одну-две веточки. Одну добавим. Здесь как раз вот есть несколько веточек в такой гамме. Вот она такая сиреневая гамма. Веточка здесь тоже будет идти как фон под наши сердечки. Разводы фон, веточка фон. Так. Так, сердечки. Можно, знаете, что сделать? Смотрите, эмпаста красная. Крэнбери Ред. Достаточно темный цвет красного. Такой глубокий. Хочется чуть-чуть добавить сюда алости. И вот алый цвет. Алый. Его создают при помощи пигмента. Это пигмент номер 179. Единственное, что же добавлять там маленькую горошину. Ну, совсем прям чуть-чуть. Номер 179. Так, сделали. Листик так и наклеим здесь на разводы. Ультрабонт. Ультрабонт. Я внимательно отнеслась, когда мне передавали продукты, которые мне нужны для работы здесь, на Кипре. Я не увидела, что у меня ультрабонт закончился. А это все-таки, на минуточку, один из важных продуктов. Я вот так вот отнеслась невнимательно. Он уже такой, знаете, подзагустевший ультрабонт остатки. Так, нанесли. И смотрите, можно нанести матовый топ. И сердечки тогда будут очень классно, выигрышно смотреться на фоне глянца. Естественно, конечно, тогда уходит вот эта сочность цвета. Всем привет, всем здравствуйте, девочки. Присоединяемся. Прямые эфиры здесь, на ютубе. У нас идут сейчас достаточно часто. Я здесь очень часто с вами. Так, ну что, давайте делать эмпасту более сочного оттенка. Кренбарри Ред. Напомню, эмпаста – это краска без липкости. Но это не 3D гель. Поэтому наваливать ее очень высоко нельзя. Работаем мы ею как красочкой все-таки. Очень красиво, конечно, эмпаста смотрится, когда вы работаете по матовому топу. Хотя сложнее работать. Она же густая, пастузная. Когда вы пытаетесь рисовать по матовому топу, не очень комфортно иногда. Ну, это очень красивый эффект, когда глянцевая красочка лежит сверху матового топа. Все, и пошли рисовать в сердечечке. Так как тема у нас с вами заявлена романтическая. Так, я сейчас кисточку тоненькую. Сейчас я показываю простой вариант, когда просто сердечки, без тени, без контура, без ничего. А вот второй вариант романтичный мы сделаем со стрекозками. И с бабочками там как раз сделаем свет, тень, контур. Опять же, это может быть не только для Дня Святого Валентина, а просто минишные нежные дизайны. Сейчас для весны, которая будет через три недели. Самое то. Я половинками эти сердечки рисую. Я их люблю так рисовать. Добавлять еще можно просто вот так вот в контур добавить. Следечко. Контур. Все. Минуты, чтобы исчезла липкость остаточная. У кого есть желание, в принципе, можно пройти объем еще сделать. Например, у одного только сердечка. Да, вот у этого большого. Сейчас мы подсушим. Да, для этого. GMT Клэр берете. Кстати, напомню еще раз. GMT Клэр уже есть на сайте. Открываете раздел «Декоративные гели». Либо просто в поисковике забиваете GMT Клэр. Баночка двухграммовая. Визуально ничего не изменилось. Изменился состав. Вот, изменился состав. Но так как я в России буду только 2 марта, поэтому я вот таким способом обхожусь. Я беру топ и обычно несколько слоев накладываю, чтобы сделать объем. Так, вот, раз. И еще что-нибудь мы сделаем. Тоже, кстати, заходил на сайт и проверял GMT Клэр. Что вчера кто-то писал мне в эфире в Инстаграм, что не могли найти. Но сегодня мне менеджеры еще раз скинули ссылку. Сейчас в описании добавим ссылку на GMT Клэр. Вот сейчас сердечки такие объемные. Самое милое дело делать GMT Клэр. Так, ну все. Вот этот вариант готов. Кстати, можно листики здесь подчеркнуть. Листик потерялся, да? Давайте мы его... Смотрите, не везде. Вот так места не сделаем. Мелочь выглядит уже по-другому. Когда вот вы добавляете вот эту игру фактуры. Видите, листики, они не просто сделаны в акварельной технике. Они там с элементами фольги. Это придает такую дополнительную изюминку слайдеру. Слайдер называется... Сейчас скажу. Романтические листья. Номер 106. Хороший. Так, ну а мы с вами тогда сейчас будем рисовать сердечки, свет, тень и контур. И добавим к ним вот такой веселый слайдер. Так, ну вот этот вариант, в принципе, готов. Сейчас, одну секундочку. Можно было еще объем сделать, но так как у меня, видите, топ без липкости, не сильно объем не нарастишь. Можно точечку, может пустить вот так, может быть лишнее будет. Сейчас что-нибудь не хочется. О, так прикольно, да? Так, здесь также возьмем с вами коллекцию Сенсейшн. Сейчас еще раз вам напомню. Какие у нас цвета. Сейчас я решу на каком цвете делать. Коллекция тоже есть, и на имешок. Мы в описании сейчас обязательно повесим ссылочки. Так, какой же цвет выбрать под сердцем? Ну, и тоже, наверное, сейчас будем брать светлый цвет. Сейчас, наверное, возьмем вот этот, мяшечный, барби. А это номер 384. Так, это убираем в стороночку. Так, это тоже, тоже готов. Так, так. Так, так, так. Суши. здесь мы тоже наверное разводики сделаем и для разводиков мы наверное возьмем вот такой вот яркий цвет и мы развода не будем делать как предыдущие мы сделаем более примитивные уже в принципе можно этот и этот цвет добавить сейчас посмотрим как здесь сделаем смотрите берем палитрочку два этих цвета 382 381 мешаем база и милак чтобы они были не плотные гирилаки а полупрозрачная как дымка поэтому я для таких разводов вдруг была база и милак самая жидкая наша база вообще считают бестселлер просто самая популярная наша база самая высокая гизия хотя она жидкая некую сильно не намоделируешь но как подложка под все продукты гирилаковые классические для протезирования идеально просто поэтому берем эту базу сейчас в качестве просто разбавителя и чтобы у нас вот эти разбавленные полупрозрачные цвета переливались растекались прозрачно ложились возьмем снова как и в предыдущих разводах топ слайдер чуть-чуть добавим чистофон для наших сердечек лапочек и подождать надо чтобы это просто все красиво порастекалась можно подождать 30 секунд можно прям чтобы клиент посидел зависимость того как вам надо чтобы это все потекло сильно или не сильно нам надо чтобы сильно растеклось потому что у нас сейчас основные будут не разводы это всего лишь мы фон подготовили пересушим здесь я предлагаю взять наверное бабочку вот такую вот она просто как дополнительный тоже элемент пойдет слайдер новый из новой коллекции я сейчас решу когда я буду клиент сначала я все-таки подмалевки под сердечки сделаю или потом так сердечки сердечки ну в принципе так как я здесь уже развела красную импас туда можно чуть-чуть и добавить сюда прозрачность чтобы он не такая густая взять красный гель-лак что под рукой есть давайте гель-лак красный мой любимчик номер триста тридцать девять будем гель-лаком делать сейчас мы просто сделаем основной подмалевок я буду делать в центре в центре такое одно большое сердечко сушим теперь берем черный гель-лак можно просто черным разбавить прозрачненьким можно черный с красным давайте чтобы бардовый был и делаем тень сердечки из моего детства мне кажется я их и детстве так рисовала по такому же принципе делаем вот здесь тень здесь тень делаем может чуть-чуть подсушить и еще раз тень положить здесь можно тень не подводить к самому краю оставить такой небольшой рефлекс да когда тень не от края предмета начинается когда идет светлая полосочка света про рефлекс от соседних предметов а потом уже тень начинается так теперь свет сделаем для света вот так же противовес брюки беленький я часто здесь девочки в инсте каждую неделю мы просто из-за того что я когда знаете мы только начали эфира здесь вести я как-то прям много начала тягачить сюда эфира охваты очень маленькие понимаете ну как очень смешные просмотры количество людей в прямом эфире прям совсем грустенько вот поэтому мы сейчас чуть-чуть под сократили количество эфира сейчас чуть-чуть под нарастим аудиторию все-таки и охваты и количество эфиров тогда возможно я увеличу сейчас то количество которое мы проводим но мне кажется прям вообще с головой тоже здесь же я не одна так смотрите я вот этой полупрозрачной субстанция которая у нас получилась насветляю здесь две половинки попки скажем так сушим и можно еще разочек поярче можно чуть контура добавить просто черным гель-лаком так наша бабочка уже давно высохла правда так берем черный гель-лак и но я в в в в чуть-чуть подсушу потому что я сработаю по дисперсии один лак он в отличие от компас очень быстро течет по дисперсионной пленке поэтому можно вот так вот контур подсушивать подсушили и смотрите такая хитрость маленькая берете либо гель-лак либо им посту и вот там где я например чуть-чуть контур толще сделала чем хотела вот хвостик хочет у меня учить исправить чтобы он был прям такую зону сверху прошлись сделали и что еще можно пузырьки я обожаю пузырьки делаю таким способом дочь нужен для этого по-хорошему у меня нет поэтому сначала пузырьки делаю черненькие как суши а потом берете беленький гель-лак я наверно уже гель-лаком не буду делать тяжело теперь еще гель-лаком делать течет все наш бесит поэтому возьмем импас . если для вас импаста густовато и и всегда можно подразбавить т-классом м паста краска без липкости это если хотите рисовать сверху финиша плюс импаста это очень густая красочка если хочется чтобы ничего не растекалась я чтоб книжки не обводить их проще техникой дублирования делать и теперь бабочку добавляем бабочку так бабочку на топ слайдер поэтому мы сейчас сначала топ слайдер все-таки нанесем дополнительный слой потому что сердечко сейчас все неровно вон уже чуть-чуть поровнять как они гиацинты пахнут посмотрите там и здесь купили в горшочках гиацинты это не настолько вы разрослись хорошие горшочках кто со мной давно вы знаете что я вот такие сердечки в принципе всегда и рисую и мы сейчас добавим сюда дальше дальше можно добавлять все что хотите хотите шармиконы просто добавьте какие-то надписи внутри очень хочется новыми слайдерами поработать я ими еще не работала здесь очень клёвые акварельные варианты бабочек с цветочками не просто офигенские вот мне очень хотелось прям давно куда-нибудь их сейчас я прям на сердечко и приклею сейчас посмотрим что у нас получится уйти мой шляпки как же красивенько получилось смотрите ну классно же так ультрабондом обрабатываем бабочку и наносим киниш сейчас бы сюда джемте клер я бы сделала еще объем дополнительной бабочки вот такой кошельки причем там где у нее крыло давайте сделаем представим что у меня это джемте клер представили что это джемте клер а это жидкий камень гель да мне мне очень хочется допросится джемте клер джемте клер джемте клер джемте клер Еще разочек. Еще разочек. Я вот так каждый вечер захожу, и чтобы не рыться, не думать, я просто зашла в колокольчик, проверила, есть что-то новое или нет. Понимаете, чтобы не рыться, не тратить время. Поэтому колокольчик обязательно ставьте и подписывайтесь. Это прям очень удобно. Ну, прикольно. Ой, давайте еще все-таки на сердечко. Константин, Константин, я вообще-то работаю, дорогой. А ну-ка потише. Так, где мой теклос? Теклос, теклос, тут я. О, все, я делаю, что я делаю. А, главное сейчас, чтобы не потекло. Это же ток. Сейчас, сейчас я покажу, как красиво. Как сегодня у нас с вами красиво. Посмотрите. Пишите в комментариях, какой вам больше всего вариант понравился. При помощи объема, такой незначительный элемент, там добавили, там добавили. И уже дизайнер, он намного сложнее и дороже будет выглядеть и, соответственно, стоит. Вот, хотя вам это ничего не стоило. Добавить объем в бабочку, в сердечко, уже совершенно другой визуал. Все, вам хорошего настроения. Всем спасибо. Пока-пока.